Доброе утро, друзья! Сегодня 16 октября Завершил сокращение пчелиных семей Вот на сегодняшний день Таким образом они сидят Если у вас обсиживают Крайнюю рамку Сплошным То может быть это и хватит Но может рамку можно убрать Если как вот здесь Несплошным сидит пчела То эту рамку надо убрать И посадить ее на 4 улочки Так же и здесь Но здесь будем смотреть Может эту семью оставим на 8 рамок Потому что на стенках сидит пчела Она никуда не ушла Это так же на 8 рамках Здесь так же Но эту струсим на 4 Это на 8 может и поедет Это будет сокращаться Потому что пчелы не очень Вот примерно такое состояние Силы есть семьи Но в основном Сидящие на 2-3 рамочках пчелки Здесь написано Крыло вывернутое У матки Ножка левая передняя За бортом 23 градуса Лето опять Пчелы лезут в комнату для откачки Где стоят медовые рамки Которые будем подставлять в зиму Нет спасения Везде лезут Везде находят Друзья Хочу поделиться итогами Уходящего пчеловодного года Для того чтобы не было Вопросов И пожеланий Диванных экспертов Как я называю Которые имеют 1-2 улика Которые не знают Что такое кочевая пасека Которые не живут в нашем регионе Дают дельные советы Некоторые уводные Чтобы было понятно Что, как и для чего На сегодняшний день Мне 59 лет Это раз Во-вторых Кто смотрит мои ролики Там 2 прицепа На каждом прицепе 32 семьи Это 64 семьи Летом я делаю 50-60 отводков На каждую семью по отводку А то и бывает по 2 Пасеку довожу до 120 110-130 Как говорится, дырок Обслуживаю я пасеку В этом возрасте Один От комплектования в зиму Привоза домой Развития весной Откачки меда Изготовление отводков И все остальное Делаю я двумя руками И двумя ногами И одной своей головой Поэтому у кого Пасеки больше У кого опыта побольше У меня опыта 36 лет Давайте дельные советы Будем делиться А у кого поменьше Кто хочет просто Познать пчеловодство И понять Как оно все происходит Слушайте Советы дельные ваши Нужны Но не просто так Для того, чтобы отметить В этом году Пасека перезимовала практически вся У меня осталось 180 тысяч Обошлась покупка Моих семей На этом прицепе Дома акации Взял я 7 килограмм Потому что акация Вымерзла И практически ничего не выделяла И за городом 10 Итого 17 килограмм 17 килограмм Умножить на 450 рублей Килограмм Как мы продаем Акацию То получается Что это где-то 7-7,5 тысяч рублей 5 с лишним затратил 7,5 поимел 2 тысячи На все про все То есть Не будем даваться В подробности Подсчета Сторож Передвижение Качевка Машина Бензин Рамки Вощина Все остальное В общем-то Пасека Сработала на ноль Этим бы пчелам До 10-12 килограмм Акации Они бы с кисточками Носили Нектар Но в этом году Не повезло Не хозяину Этих пчел Но пчелам Может и повезло Работать меньше Облет Молодой пчелы После откачки Акации Я купил маток Почти на 36 тысяч По 600 рублей Матка И сделал отводки На каждую пчелосемью Помните 6 июня Последний день был дождь Сегодня 130 дней Как отсутствует влага Над моим прицепом То есть Полнейшая засуха Трава не давала Подсолнух 23 килограмма Пчелки Молодцы Молодцы принесли На зиму Себя обеспечили Я этим Очень доволен При сокращении Сейчас на 4 рамки Остается почти 12 рамок Маломедок Полномедок То есть на Весеннее развитие Медок Зацвел Но пчелки На нем Пока что-то Не видать Чебрец Здесь есть А нет Пчелка Вон бегает Лазит Уже Пыльцу Собирает В этом году Травы Много Дожди Шли Через 3-4 Дня Часа По 2 По 3 Хорошо Напитали Земельку Я стою За 31 Километр От города А там Впереди Был экспорцет Половина Уже покосили Но он В принципе Ничего не дал За 6 дней Всего-навсего Килограмм Сегодня Подсаживал маток Капает Нектар Видно Донник Начал выделять По грязи Заезжал Прямо На дороге Встал Меня тут Народ Обижает У фермерши Попросил Петровну Свою Отправил Начальник Службы Безопасности Петровна У меня Сторожит А вот там Садоводство За садоводством Тоже поля А перед садоводством Здесь Озерко Небольшое Воду Не возим Вот тут Было все Зеленое Ты видишь Уже все Пожухло Так что В общем-то Пчеловодство Такое Мед Еще Акацию Не качал Но по Корпусу Набрал Жара Но его Нахрен Можно Сдохнуть Мед Никуда Если сравнить Прошлый год В прошлом году Семьи принесли 100 килограмм В этом году Принесли 40 Может поэтому В этом году Семьи посильнее Пчелы больше В ульях Осталось На зимовку Потому что Они практически На 50% Всего сработали Но Была засуха И жара До 43 градусов В течение Двух недель Летная пчела Вся погибла Я думал Что пасека Вообще Не выживет Ее придется Сократить С 60 семей И 60 отводков Ну может быть Семей до 30 На 4 рам Но на сегодняшний день У меня 60 бирок Ну еще как сказал Там 3-4-5 маточек Слабеньких семей Объединим Ну думаю Штук на 55 семей Каких вы видели Я показывал Пасека уйдет зимово Страшная картина Вообще В общем-то Поехал я домой Температура 42 градуса Уже как-то Организм не справляется Дышать тяжеловато Да и вообще Зачем испытывать судьбу Не дай бог Что случится с машиной Или откажет кондиционер Тут от жары Через час сдохнешь В августе месяце Предвидя ситуацию Ссыпания в кучу Отводковых семей Я принял решение Единственное правильное Я всех маток С отводков продал людям Потому что маток В этом году Уже в начале августа Не было Потому что засуха Поразила весь Южный регион Ставропольский край Ростовскую область Волгоградскую область Краснодарский край Трутей не было Маток уже не было Я деньги Сотраченные на отводки И на маток Я вернул И в принципе Объединил Семьи сидели На 4-5 рамках Отводки сидели На 3-2 рамочках Пчелы Сыпав в кучу Семью с отводком Я на сегодня Получил То, что вы видели Что там пчеловодство Поставил улей А пчелы мед носят С весны холод С весны холод Щуры Потом Травят поля Жара Засуха Моль рамки жрет Наступает осень Наступает осень Щуры Вот и вкратце пчеловодство Какое оно спокойное Хорошее И прибыльное Выжженная пустыня Предвидя вопросы Почему такое пчеловодство У меня пчеловодство Последние 10 лет Под таким девизом Акассу взял Сезон закончил Акасса самый дорогой И трудновоспроизводимый мед Его очень мало И он в цене И востребован Затраты растут А цена на мед Почти остается В течение 5-6 лет Одна Переваливать тонны меда Подсолнечного Сдавать его По лутой цене Это все уйдет В принципе На передвижение Этой пасеки За 500 Там за 300 За 200 километров В поисках этого разнотравия Подсолнух-то у нас есть И поэтому Все это бессмысленная суета Уже не для меня Возраст не позволяет Все это дело делать И плюс Жара в течение Последних Двух недель 43 градусов в день Показала Что в общем-то Это экстремальное пчеловодство И вот одного товарища У нас инсульт хватило А второго давление В больницу забрали То есть Ну Надо совмещать Полезное с приятным И помереть За 10-20 фляг Подсолнечного меда Я думаю Это бессмысленное занятие Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!